Искушение Святого Антония Весьма часто обращались к теме искушения живущего в пустыне Отшельника В творчестве иронии у Босха, изображения фантастических видений Аскета Сформировались художественные выражения того ужаса, который постоянно жил в душе людей Средневековья В XVI веке искушения Святого Антония стали изображать не только на алтарных образах, но и в качестве самостоятельной картины В общем, таким самостоятельным произведением является картина, которую я сейчас вам представляю Религиозная сцена здесь переходит в морализирующие аллегорию Дьявольские существа, чудовища, гибриды превратились в пластически изображенные реальные фигуры Страдание, очищение святого сменилось кротким терпением Эротика, самый главный мотив искушения на нашей картине, представлен в виде женской фигуры, соответствующей ренессансному идеалу красоты Исследователи связывают эту картину с именем своеобразного представителя раннего антверпенского манеризма Иоанна Де Коу, однако данная о жизни не позволяет установить прочные связи между известными о нем сведениями И приписываемые ему произведения Коу был живописцем своеобразных световых эффектов Он был знаком с произведением Босха, однако писал свою фигуру в совсем ином духе Эта картина несколько выделяется из приписываемой Коу серии изображений искушения Святого Антония В ней отсутствует характерная для этого художника яркая экспрессивность, одухотворенность, чрезмерная утонченность фигур Вот примерно так написано в книге «Ранняя ниверландская живопись» издательства Корвеина Вот немножко мы узнали в картине искушения Святого Антония, посмотрели Возможно, это работа известного художника Ян Веленс де Коука Пока-пока, до свидания Продолжение следует...